Всем снова привет дорогие мои детективы с вами Джек Шепард мы продолжаем проходить игру Murdered South Suspect и мы сейчас попытаемся найти девочку которая была в квартире когда убийца серийный звонарь убил нас потом она выбралась в церковь и попросил там убежище я думаю что если мы спрыгнем и умрем но высоты все равно боюсь так окей найти свидетельницу это свидетельница моя единственная зацепка я должен ее найти думаю она в этой церкви мы попробуем день когда все потеряло смысл мне до сих пор жутко об этом вспоминать я практически сразу будто выпрыгиваю из тела и вижу себя со стороны она попыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице один из них в ответ ударил ее ножом просто так она умерла потому что хотела помочь людям а убийца скрылся если бы я подоспел хоть на минуту раньше моя жизнь была бы совсем иной все было бы лучше и она была бы жива к сожалению он спасти ее не сумел так странное местечко ведь правда бакстер его ненавидел по-моему это было взаимно ронан был мужик резкий но бакстер тоже не из-за бояшек да но ты что хочешь сказать ну что он своего же убил это как-то уж с этой работой я каждый день убеждаюсь люди способны на все это правда когда этом доме на стене еще одну надпись нашел вот веселиться судьба настигнет и правых и виноватых приходи присоединяйся к нам для тебя двери всегда открыты женщина когда-то здесь ходила по улице как многие другие люди так я могу укрыться но пока что никого не вижу а вот если бы призраки действительно существовали я существую и я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве церковь святого бенедикта ух ты круто свидетель видел глаза светиль только мельком увидел лицо подозреваемого однако похоже это белый голубоглазый мужчина хорошо так не должно быть так что с тобой я даже не знаю как сюда попал я просто хочу домой все будет хорошо послушай не знаю могу ли я что-нибудь сделать но похоже тебе нужна помощь я я я я не знаю как здесь очутилась и что это за место не помню что со мной случилось почему я такая извини малышка но если ты здесь значит ты умерла я так и знала слушай у меня та же ситуация раньше я был детективом давай я осмотрюсь попробую найти то что поможет тебе во всем разобраться я я не знаю с чего тут можно начать хоть что-нибудь ты помнишь ты что-нибудь помнишь любую мелочь окей бывает помогают даже пустяковые детали я помню было много людей и шлюпку все напуганы а перед глазами название моногансет кораблекрушение уже кое-что поработаю с этим я думаю что это кораблекрушение так пока осмотримся может быть я здесь что-то смогу увидеть но тут закрыт а вот и некролог шлюпка перевернулась и затонула труп так и не нашли что она делала в шлюпке не знаю свечи за год здесь скопилось множество свечей большинство похоже на церковное возможно то плакивали записка нам будет тебя не хватать ты настоящий герой настоящий герой похоже многие обязаны ей жизнью похоже какой-то мемориал тут должно быть множество свидетельств того события найду другие вещи все пойму корабль все обошел так но я даже не знаю что вопрос как она умерла что именно произошло фотография выживших после крушения моногансета она была не жертвой а героем успела многих спасти пока ее шлюпка не затонула ты молодец намного значила для этих людей что-то узнал да слово что ты запомнила моногансет это название парохода который затонул в гавани салима если бы не ты многие бы погибли ты герой если я всех спасла то как же я погибла нет 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 ты спасла не всех но многих твоя шлюпка перевернулась я не умею плавать наверное я утонула мне жаль только хотел сказать не очень жалеть не надо благодаря тебе печаль и страх ушли и я горжусь собой если бы не ты я бы ничего не узнала благодарю тебя от всего сердца был рад помочь рад что помог блин слушайте все я вжился в этот образ мы с этим персонажем одно целое я прохожу игру впервые у нас с ним одинаковые фразы но вот это забавно я думаю что здесь такое табличка история пиратства отсюда видна любая бухта каперов действующих в этих водах во время войны за независимость негласного разрешения континентального флота в салиме стояло много быстрых хорошо вооруженных кораблей которые нападали на суда королевского флота великобритании пытавшись заблокировать гавань бостона теперь посмотрим что здесь на берегу я могу найти ухта маяк крутой маяк взглянуть на свою жизнь я никому так больше не улыбался джулия здесь мы были на пляже фотографии на пляже получились на удивление хорошо несмотря на то что уже почти стемнело особенно удачным был снимок ронана на фоне заходящего солнца лица не видно только четкий мужественный силуэт это фото запросто могло бы стать рекламной рекламой пляжей салима хорошо вот собственно говоря и церковь когда ты в бегах нужно укромное место место где тебя никто не достанет но от вопросов не убежишь они всегда тебя настигнут не нужно выяснить где свидетель что это было я что-то слышала он сидит рядом с тобой по крайней мере здесь светло и вокруг много людей приятель она как и я считала тебя уродом нет 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 она ничего не знала зачем все порт значит ты за ней следил кроме меня ее никто не ценил все эти мужики с которыми она знакомилась в барах свиньи я от них избавлялся ради нас но ты псих а один оказался тебе не по зубам нет они все были пьяны и беспомощны но один раз я за ней наблюдал и въехал в сугроб выхлопные газы не учуял раз и я тут если честно это просто великолепно никаких тебе стен и замков можно следить за ней за каждым движением всегда ты больной какой-то вот то самое где же она в той квартире что-то указывала на церковь да указывала да указывала и так надо вспомнить фотография была точно вы не могли бы меня ненадолго приютить конечно дорогая церковь всегда тебе поможет могу предложить старый чердак живи сколько хочешь опаньки хорошо у нее комната на чердаке надо проверить опаньки пила необходимо еще 10 до полной картины событий баньши в часовне так ну я тогда буду искать пилу или пилы лучше сказать господи обрати к тебе и сердца врагов наших если же невозможно ожесточенным обратиться то положи преграду зла и защити от них избранных твоих аминь шляпа Ронана позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые гангстерские фильмы не могу поверить что раньше он их не увидел мне понравилась романтическая линия ему экшен на следующий день я купил ему фетровую шляпу сначала он смутился но потом быстро к ней привык она ему очень идет думаю он теперь никогда ее не снимет она озвучивает мои мысли после этих убийств я чувствую себя беззащитной здесь точно безопасно вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью сейчас многие молятся не только она я в полной уверенности что он нападает исключительно на одиночек значит у них тоже кто-то погиб сюда он ведь не мог зайти да не мог же нет нет не зашел бы по крайней мере я не одна к сожалению вашу трать ой-ой-ой-ой понятно здесь судя по всему наш свадьба была обещание которым я никогда не жалел что жени бана джулии лучший день моей жизни мы с самого начала знали что все закончится подобным образом рано или поздно что еще могу пустить дверь закрыта к сожалению опаньки то есть внутри это здание конечно могу проходить все все еще одна пила восемь штук еще нужно если что смогу здесь укрыться так что нужно здесь пройти когда она успокоится надо спросить зачем она здесь осталась или мы с помощью тебя сможем пройти спасибо кажется чердак там котейка блин прыгучий путь на чердак так сначала я хотел бы засмотреться так она была здесь поднимается скорее всего банкетный холл комнаты лекции на первом этаже кухня и офисы мистер котейкиц в зеркале естественно не отражаюсь что у нас тут тут у нас пусто ладно так котейку я пока оставлю хочу смотреть дальше еще одна пила я прям боюсь представить что с этой пилой там могу вообще происходить кто-нибудь там запиливал своих жертв не знаю на самом деле да тут закрыто тоже выход из дома вселиться в кошку можно так что делаешь они ожидают приготовления еды в таких условиях в моей кухне такого бы не случилось да вы батенька придирчивый что-то с вентиляцией ничего сэр это профилактика по этим штукам могут разгуливать измель я думаю с помощью котейки сможем там пройтись еще одна пила нет я не придираюсь но честное слово разве это центральная деталь упражнения извините мэм но в заявке было оформить пуританском стиле без подробности посмотрите просто посмотрите это по вашему пуританский стиль там пластин а он разве был всех что вы там пластин Блин, я никак не могу скрыться. Валим, валим. Блин, так я же со спины хотел успеть подойти. Я не только про патриота, но и про них не смею. Так, тихо, тихо, тихо. Че, не можешь меня найти, да? Ты посмотри, как она за мной гоняется, а? Нет, 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 меня тут нет. Да ты сволочь. Это вообще очень странно, конечно. Да. Я думал, что если я прячусь в эту штуку, переселяюсь в другую, то он не может этого отследить. И будет стоять и ждать у той, у которой видел меня в последний раз. Но ему абсолютно надо это забить. Просто продолжает за мной гоняться. Окей. Так, кто здесь что-то делал? По-моему, тут пусто. Тоже ничего, что-то с вентиляцией нет. Пилой убрал. Так, давайте тогда в кошку вселимся. Нажмите левый стик и держите лотаж, чтобы бежать. Вселившись в кошку с разбега, можно запрыгать на некоторый уступок. Окей. Я еще и мягкоть могу. До свидания. Нет, я не притираюсь, но честное слово. Разве это центральная деталь украшения? Извините, мэм, но в заявке было оформить в пуританском стиле. Без подробностей. Посмотрите, просто посмотрите. Это по вашему пуритану. Там пластик. А он разве не тот, кто вы видите, где-то зао мне? Понятно. Врядно, что она такает буквально. Сатейкин, беги. Понятно, это хрена, где-то там ищутся. Пусть ищутся. Ну, не знаю, Энджи. Брайан чудесный мальчик, но его семья другое дело. Ну, его мать, конечно, смахивает на Гарпию. Но Брайан милый. То есть, это ее дочь, скорее всего. Да, я тоже так думаю. Просто Шейла никогда не общалась с такими темпераментными людьми. Я боюсь, они будут на нее давить. О, Шейла, поверь, их ждет долгая и счастливая жизнь. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружите с какого? С четвертого класса? Кажется, ты знаешь ее даже лучше, чем я. Должна заметить, у нее был прекрасный образец для подражания. Дети у них родятся просто восхитительные. Спасибо, дорогая. Честно говоря, я очень мечтаю о внуках. А она ничего такого тебе не говорила? Ну, ничего конкретно. Знаю, они хотят детей, но им нужно пару лет пожить вдвоем, насладиться друг другом. Конечно, я же не совсем эгоистка. Куда им торопиться? Они молоды. Он отличный парень, но она права насчет его матери. Надеюсь, моя свадьба пройдет без стресса. Конечно. Моя девочка выходит замуж по любви, а это главное. Быть добрым это так просто, но почему тогда все такие злые? Так, кто их знает? Так, он где-то тут. Ну ладно, вот, когда он туда сейчас подойдет еще раз, я подойду к нему сзади и убью. Так, он где-то тут. До свидания. Так, еще одна. Нет, не могу, кажется, хочу, хочу к его взять. Так, тут я был. Тут я. Ну, был, как бы пробегал. Табличка «Дом священника». Сейчас, в 1902 году, мы освящаем этот Дом священника, воскрешивший, словно легендарный феникс. Хорошо. Тут я тоже был. Ага, и тут я был. Модно. Мне нужно наверх, я так понимаю. Договорим там нет. Ну, как-нибудь подняться. Может быть, с помощью кошки? Вентиляция как раз. Чик-чик-чик-чик. Как-нибудь там пробежать. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так. Где у нас кошка? Вот он. Мяу. Мяу, мяу, мяу. А, о, вижу все. Понял. Мяу. 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 Шикинска. Котяйкинс. А, все, нам не надо. Слушайте, а клево реально сделать был бы симулятор кошки. Ходишь, мяукаешь, там, с клубочком играешь. Больше ничего не делаешь. Бесишь всех. Так, и что? Вот там мне нужно как-то пройти. Путу-путу-путу-путу. Так, окей. Ага. Понял. Давай, 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 давай. Давай, кошка, если не ты, то вообще никто мне не поможет. Нифига себе. Воу. Жесть. Вот это жесть. Мяу. Хе-хе-хе, шикинска. Офигеть, офигеть. Так, мне куда? Мне вон туда как-то надо. Так, тихонечко. Слушайте, это лучший геймплей эвер. Мяу. Дальше сюда и снова наверх. Кошка-скалоласка просто. Добраться до чердака. Это я молодец. Я так понимаю, дальше мне никуда не пройти уже, поэтому нужно оставить котейку в покое. Стоп, девочка, прямо сейчас тут? Отлично. Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Надо выяснить, что известны свидетели. Так, ну, начать творить непонятную фигню с вещами в доме. Может быть. Так, во-первых, еще одна пила. Еще две надо. Две-две-две штуки. Где их возьму? Так. Что застает ее подумать про звонаря? Ну, я думаю, вот это. Убирайся к черту! Проклятие! Если ты еще раз в меня вселишься, я... Я... Ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Я разыскиваю своего убийцу. Того, кто час назад чуть не напал на тебя. И если... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Доперла, да? А тут небольшая неувязочка. Он же перед этим говорил, она его не слышала. Ну да. Ну да. Я не информатор, ни партнер, ни друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. А ничего, что тебя пытались убить и убили вместо тебя меня? Да, да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен? Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог? И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Так. Почему убийца тебя ищет? Я думаю, это он сам не знает. Я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Я тебя понимаю. Нужна твоя мать ему. Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Так, что ты имеешь ввиду под зарабатывать? Зарабатывать на способностях? Да. О, может ты ее знаешь. Ясновидящие ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Может, другому отделу помогало? Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Так, где твоя мама? Ты знаешь убийцу? Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас копов совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Где твоя мама? Ну и где твоя мать? Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Слушай, но не накручивай себя так. У нее значок на куртке с отсылкой к Звездным Войнам. Почему сегодня вечером ты была в квартире? Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну вот так. А теперь ты пытаешься найти. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копа умеет искать людей. Я нашел тебя, и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка! Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Господи, громкий крик. Крик свидетельницы меня дезориентировал. Но как это могло произойти? Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. И найдем мы другой выход уже в следующей серии. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Бла-бла-бла-бла. С вами был Джек Шепард и счастливо.